На сегодняшний день на территории Запорожской области официально находится более 4 тысяч временных переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Только вчера в область прибыло и зарегистрировалось 274 человека с востока Украины. Как компенсировать из местного бюджета пребывание временных переселенцев на территории нашего края, сегодня решали в обл. госадминистрации во время совещания с руководителями районных штабов по оказанию помощи этой категории граждан. Одной из основной тем совещания стал вопрос финансовой компенсации учреждениям, принимающим вынужденных переселенцев. Сейчас из областного бюджета для этих целей специально выделены деньги. Сегодня у нас есть 4 миллиона денег в областном бюджете. Мы их сегодня с областного бюджета готовы выделить. Но нам нужен порядок. Есть ли фирма, условно-говоренная фирма, которая будет просить нас компенсировать? Первое. Если она будет просить за проживание, значит у неё должна быть калькуляция. Она, эта калькуляция, кем-то должна быть утверждена, проверена. И мы должны быть уверены, что она, так сказать, объективна. Однако, отмечают представители районов, есть случаи, когда временные переселенцы проживают в частном секторе. И непонятно, как помочь им с компенсацией проживания в этом случае. Если в Куйбышевском районе нет ни базы отдыха, ни чего нет, ни гуртожек, и люди просто поселились в приватном секторе. И они все приходят и говорят, а вот я бачил на сайте области администрации, мне будет компенсация. И они ждут компенсации. Решение многих вопросов, говорят участники, опирается в отсутствие специального нормативного акта, определяющего статус и порядок оказания помощи временным переселенцам, прибывшим из зоны проведения антитеррористической операции. И нам нужно требовать от всеукраинского уровня четко, как с Чернобылем, популярно это было, не популярно. Взяли на себя циркулем и ввели 30-километровую зону, и всем стало все понятно. Хоть это, как мы понимаем, не совсем было справедливо сделано. Точно так же и нам нужно понятие, из города Славянск, это 100% все до одного, социально незащищенные особы, из города такого-то, такие-то, потому что прибывают с разных городов, с разных сел, и мы не знаем, кому же все-таки оказывают, чтобы потом не отвечать. То есть самая главная, отправная точка – статус. Также участники совещания считают, помощь временным переселенцам должна носить адресный характер. Нужно учитывать положение каждого из прибывших в нашу область и помогать финансово тем, кто действительно в этом нуждается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова